Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня наш эфир будет больше посвящен ситуации, которая у нас складывается в стране и непосредственно на востоке Украины. Мы приняли такое решение в связи с тем, что за эти последние дни было очень мало информации от украинских СМИ о происходящем на Донбассе. Поэтому в течение дня сегодня я и Наталья Мизюкина связывались с журналистами, активистами, которые готовы рассказать о том, что происходит сегодня в той части Украины, где развернулись военные действия. Поэтому сегодня у нас дистанционно будут гости, естественно, будем связываться с ними по скайпу, будем связываться с ними по телефону, будем связываться и с активистами, и с журналистами. Также будем говорить не только о самой ситуации на востоке, но и о ситуации в информационном пространстве нашей страны. Потому что последние дни продемонстрировали, что отсутствие информации, к сожалению, порождает не только панику, но и определенную неуверенность в себе тех людей, которые проукраински настроены, и те, кто отстаивает сегодня государственность нашей страны. И изначально мы расскажем коротко о тех новостях, которые произошли и у нас в городе в том числе, и в Одессе, и также в Украине. Вчера у нас был День Соборности. Я вот тоже присоединяюсь, всех приветствую в нашем прямом эфире. Начнем с Дня Соборности, праздник государственный, который праздновала вчера вся Украина. Безусловно, в этот день его, вчера было нельзя назвать этот праздник праздником, потому что в стране мы, я думаю, что в основном все знаем, что в Донецке вчера был расстрелян троллейбус, а также трамвай в центре города. Вообще, в принципе, на Донбассе продолжают эти ожесточенные бои. Недавно был уничтожен Донецкий аэропорт и большие потери со стороны и украинской армии, и мирного населения. В общем, все, что происходит сейчас в Донецкой и Луганской области, не дает возможности праздновать этот праздник. Поэтому и в Одессе, и в Киеве, и вообще во всех, в принципе, городах Украины проходили такие акции поддержки, соединения, так сказать, солидарности. И в Южном, в том числе, вот вчера в 10 часов утра, можно показать как раз на моем рабочем столе материал, мы вчера его подготовили. Вчера мы проводили прямую трансляцию возле памятника Шевченко, как, собственно, и во всех городах Украины это происходило. Собралась Южненская громада, так сказать, но она состояла в большинстве из учеников, это были представители, ученики наших четырех школ, педагоги. Власть Южненская была представлена городским головой, его замами, было несколько начальников управлений и, в общем-то, практически все. Не могу сказать, что анонсирование было где-то в СМИ. Не думаю, что южницы знали о том, что возле памятника Шевченко будет проводиться какое-то торжественное мероприятие, но, в общем, кто пришел, тот пришел. В принципе, само мероприятие прошло очень достойно, очень так проникновенно, грустно, безусловно. Были коллективы Дворца культуры Дружба, были ученики четвертой школы, которые читали стихи. И, в общем, атмосфера была очень такая непростая, можно сказать, что со слезами на глазах, в принципе, вчера отмечали этот праздник. Радовало то, что наши ученики, школьники уже знают, как нужно отвечать на многие наши ключевые фразы. «Слава Украине! Героям слава!» повторяли, пели гимн и держались за сердце рукой. Это тоже очень показательно, наш город все-таки меняется. В общем, были сказаны очень правильные на самом деле слова. Конечно, наше вчерашнее такое мероприятие торжественное было всего только утром, в течение получаса. А в других городах люди собирались и вечером, и в Одессе, в частности, это прошло гораздо более масштабно. Ну, конечно, город больше, и такая проукраинский, промайдановский настроенная общественность, она в количественном эквиваленте их просто больше. В том числе вчера, ну, если говорить, допустим, о новостях наших, то, что мы не можем не сказать. 22 января, день Соборности Украины, к сожалению, два года подряд отмечается очень трагическими событиями. 22 января 2014 года, это начало прошлого года, была первая смерть на Майдане. Погиб Сергей Нигоян. Можно как раз показать рабочий стол мой. Да, вот я вчера сделала материал, собрала о том, что погиб Сергей Нигоян, а также Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий до этого был выкраден и потом найден в лесу замученным и убитым. В общем, история, это так и остается история. Пока что никак правоохранительные органы не выдали никакого результата расследования по этим преступлениям. Советник министра внутренних дел Анатолий Герасченко на своем фейсбуке написал потрясающий пост, который вообще, в принципе, его посты всегда поражают своей какой-то глубиной и таким патриотичным подходом. Ну, говорит это о том, что человек очень любит свою родину. В общем, как бы приятно, что такие люди работают в правоохранительных органах. Он тут, если есть возможность, прочесть у нас на сайте материал. Он подробно пишет о том, как он познакомился с Нигояном и какой это был человек. То есть, ну, в принципе, такая интересная информация. Ну, буквально пару слов хочу еще сказать по поводу того, что вчера в Южном не было света. Ну, для южненцев это очень важно всегда. Да, не было вчера света во всем Южном. Во всем Южном, да. Вот у нас есть Оля Комарова написала материал на эту тему. Я думаю, что, в принципе, все уже южненцы его прочли. Мы вчера связывались с начальником Коминтерновского РЭС Сергеем Бабичем. Он рассказал нам о том, что авария произошла на Сычавской подстанции. Там сгорела ячейка. В общем, повторять не буду, можно заметить. Опорный изолятор, да. Опорный изолятор для того, чтобы в Южном, во всем Южном, в большинстве домов жилых был свет, то была введена резервная линия и весь Южный был переведен на резервную линию. В это время специалисты Коминтерновского РЭС проводили ремонтные работы, но в течение где-то пяти часов приблизительно не было света в некоторых домах третьего микрорайона, также первого микрорайона. Не было света в торговом центре Плаза и в детском саду номер один. Приблизительно где-то в часов семь в начале восьмого свет был включен. И, как заверил нас Сергей Бабич, что в принципе там были произведены такие ремонтные работы, что подобного больше не должно повториться. Но следует отметить, что это уже второе отключение. Одно отключение было в Новый год. У нас пять домов были без света. Вот сейчас опять было, но поломка была более масштабная. Переходя к другим новостям, есть у нас и не очень хорошая новость. Южненец Александр Можаев, который сейчас находится в Донецкой области, он получил ранение. Он доброволец, получил ранение и его перевели в Харьковскую клинику. Наташа с ним общалась. У меня на рабочем столе есть материал. Наташа говорит, что у него голос бодрый. Да, очень бодрый голос. Мы сегодня с ним разговаривали. И так, предваряя наш сегодняшний план, который мы построили с моим коллегой, мы сегодня будем связываться с ним по телефону. К сожалению, по скайпу не получится. Но по телефону он поговорит с нами, расскажет о последних новостях, о том, как он там. Голос бодрый, как всегда у Александра, очень такой боевой, и при этом очень положительный, светлый, какой-то такой очень позитивно настроенный человек. Собирается очень хочет домой. Сегодня, в принципе, должен был уже выезжать в Одессу военный госпиталь. Такие правила, те, кто попадают сначала, изначально в близлежащие, находящиеся на госпитале, они потом переезжают чуть дальше. Вот Одесская область, Одесский госпиталь, в частности, принимает наших украинских военных. Его некоторые знакомые считают киборгом, но так как он не воевал в Донецком аэропорту, то киборгом просит себя не называть. Ну, это как бы объективный такой момент, очень важный, потому что это определенно имеет отношение именно к точке пребывания. Но при этом героизм, я думаю, не убавляет это от него. Он был в двух километрах от Донецкого аэропорта, поэтому сегодня в конце программы мы с ним пообщаемся и спросим, какие там были события в эти дни. Он получил ранение 20 января и застал все вот эти драматические события с их самого начала, начиная с 13 января и до 20-го. Поэтому мы сможем его подробно спросить, что там происходило, и как, что, ну, по крайней мере, может быть, не подробно, но информацию, которую можно осуществить. Да, мы сегодня с ним общались, да, он все говорить не будет, но, по крайней мере, что-то новое узнаем. Потом у нас еще, да, очень такие серьезные планы по поводу Скайпа, в общем, будем сегодня связываться. Ну, и в завершении новостей Яценюк наказал керевникам областей будет подготовиться до возможного перехода на військовые рейки. Абеттам можно почитать на нашем сайте, но более подробно мы будем сьогодні спрашивать журналістов, как они оценивают військовые рейки, это что, для чего это проводится, и что это означает для тих стратегичных предприятий, которые находятся, например, в Одесской области, потому что у нас и Одесский припортовый завод, и Порт Южный – это стратегичные объекты. А информация, которая написана у нас на сайте, звучит таким чином, что Турчинов наказал, как керевник цивильной обороны, я вимагаю, чтобы каждый день глава адміністрации, начальник местной милиции, керевник службы безопасности, керевник службы безопасности на местах, керевники стратегических предприятий, которые находятся у вас на территории, проводили щоденную оперативную нараду с вопросом координации работы безопасности граждан и объектов инфраструктуры в каждой окременной области, наголосив глава уряда. Так, это сказал Арсеній Яценюк. Отже, мы спросим и журналистов, что это мое означать, потому что нас, как людей, которые связаны с журналистикой, цикавят, как раз, чем мы сможем отримать информацию от керевников областей или от наших керевников, касательно того, в каком состоянии находятся наши объекти. Переходим к той части программы, которая уже называется «Гости в студии». Гости будут дистанционно, напоминаю, по скайпу и по телефону. И встретимся с вами после небольшой перебивки. Хорошо, хорошо. Отже. Вчера День соборности отмечался по всей стране, в Одессе он отмечался по-особому. У меня на рабочем столе есть материал сайта «Маяк». Они сделали потрясающий фоторепортаж, как происходило, ну, не празднование, а как отмечали в Одессе. Как отмечали в Одессе День соборности. Это был, скорее всего, вечер памяти. На Потемкинской лестнице, вы видите, был сделан такой символический трезуб из свечек. Их зажгли. Пришли в Одессе. Ну, естественно, намного больше людей, чем у нас. Насколько мне понятно, я смотрю, что в основном это взрослые люди. Не так, как у нас были школьники, у них больше взрослых людей, судя по вот этим кадрам. Но более подробно мы сейчас спросим о... Также вы видите, что участники акции, они соединились в таком символичном... Соединили руки, накрыли вот таким вот полотном. На этом полотне изображены три человека, которые первыми погибли на Майдане. Ну, не с этого номера, а с другого. Вот, почти ли минутой молчания всех погибших. Вот такой вот, это материал Иван Страхов сделал такие замечательные фотографии. Сейчас мы связываемся с журналистом Аленой Балабой, с одесской журналисткой. И она нам более подробно расскажет, что вчера происходило возле Дюка. Алена, добрый вечер, мы в эфире. Добрый вечер. Сейчас, буквально секунду, хорошо? Хорошо. Сейчас я буквально, я просто за это зайду. Добрый вечер. Можно? Можно. Да. Ален, скажи, пожалуйста, вчера возле Дюка собрались... Это была организованная акция или же собрались как-то через социальные сети? Каким образом вчера вечером вот такой вот произошел вечер памяти? Ну, то, что происходило вчера, то, что вот мы зажигали свечи, и становились одну из меня уцеп, это, в принципе, делается в Одессе уже в четвертый раз на День соборности. И проводят, есть организаторы, это члены молодежного Майдама, это Наталья Михаленко, и две девочки, и есть сестра, и другие девочки. Вот они уже проводят, то есть это такая традиционная акция, они проводят уже это четыре раза. И люди собираются в основном, да, через социальные сети, через Фейсбук, ВКонтакт. Что вы вчера делали возле Дюка и на Потемкинской лестнице? Мы видели уже фотографии. Почему таким образом решили? Это был вечер памяти, да, больше, чем День соборности? Это был День соборности, в то же время, которое привелся вечер памяти, потому что мы вспоминали еще до печальных событий в Донецком аэропорту, в Донецке, с этими обстрелами автобуса. То есть это все было как бы, оно как бы одно на другое накладывалось. Поначалу там девочки сказали, мы придем, подменем небесные сотни, первый в жертв небесные сотни, Жизневского, Нигаяна, Дербицкого и Фенака. Но поначалу, как бы так планировалось, потом, ну, каждый день приносил новые жертвы. И, естественно, мы вспоминали не только небесные сотни, но и уже тех солдат, которые погибли, и мирных жителей, которые погибли на Майданбассе. И в честь этого зажгли множество свечей, которых выложили в виде трезуба. Вы случайно не посчитали, сколько было свечек? Там было порядка четырехсот, там было очень много. И люди там то, что приносили еще сами, то есть, патеринаправленно было закуплено около четырехсот, а еще люди доносили свои свечи и лампадки, и тоже зажигали. Было такое символическое покрытие. Да, 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 буквально два пролета в лестнице, то есть, лестница и два пролета были накрыты этим свечами, а сверху еще это ребята ультра-черноморца, они распечатали портреты вот первых четырех погибших на Санне, ими как бы накрыли эти свечи, а потом снимали. Это символизировало, что мы помним, что души умерших, они вместе, мы помним о них. Это совершенно гражданская акция, да, за этим не имеет дело какая-то партия, какое-то политическое движение, это приходили просто одесситы, люди, которые связаны особенно с Майданом, это приходили просто одесситы, одесситы, которые хотели показать, что мы едины, мы помним своих героев. И в информационном плане, каким образом это освещалось в Одессе? Ну, на самом деле, мы уговорили, Наташа Михайленко, мы уговорили ее прийти к нам на брифинг, поделки к инвестиционным медиа-центр и рассказать об этом, потому что акция проводится не первый год, но не все об этом знают, да, и как бы раньше это не особенно освещали. Ну, буквально оставалось, когда Наташа пришла, это был четвертый брифинг, у нас оставалась одна телекомпания, которую я сама собираю, это был суббоканал, вот они как бы сделали такой анонс этого, но это не было такое какое-то массовое информационное покрытие, то есть все равно люди собирались больше, чем в социальных сетях, именно благодаря энтузиазму наших девочек-организаторов и тех, кто этим занимается уже 4 года. Вчера ты у себя на странице пост написала, что приходите для того, чтобы встретиться все вместе и просто выгнать этот негатив, негатив, который был за вчера. Почему бы у тебя был такой заклык? Ну, потому что на самом деле переживать горе у нас у многих, и знакомые, и друзья, и знакомые знакомых, все равно мы как-то косвенно связаны с тем, что происходит сейчас под Донецком, все, что происходит сейчас на Донбассе, так или иначе. И поэтому переживать горе одному человеку, оно всегда очень трудно. А если ты придешь и поделишься своими эмоциями с людьми, с другими людьми, оно поддерживает. Возьмем все за руки, друзья, чтобы не пропасть до одиночки, да? Ну, вот эта как бы строчка из песни, она выражает то, что мы собрались вместе и показали, что мы есть. Мы не забыли, мы помним. Как ты считаешь, была эмоционально достигнута эта цель? Конечно, конечно. Но потому что, я же говорю, что все, что делается сейчас российскими СМИ и пророссийскими СМИ в Украине, это то, чтобы нас настроить друг против друга, чтобы вызвать ненависть, чтобы мы еще больше... Ненависть, обладая таким свойством, она расползается и захватывает большую и большую территорию. Это всегда так, но это свойство ненависти. И вот все, что хотят сейчас вызвать вот это вот информационными атаками, это вот расслабить в нас ненависть, для того, чтобы мы ненавидели, чтобы мы не видели, что мы делаем дальше, да? И поэтому это была такая в своем роде акция против ненависти. Спасибо большое, Ален. Сейчас мы еще посмотрим видео. Спасибо большое. У нас есть видео. Видео с вчерашней акции с путемкинской лестницы, с центра города. Его сделала Громадский ТВ, мы его посмотрим, а потом сразу переключимся на скайп. Так, ну сегодня же разумела, что я бы не полуактуально цветкувание. У нас есть видео. Так, ну сегодня. У нас есть видео. Так, ну сегодня. Мы субь. Теперь мы специально... Субтитры создавал DimaTorzok Мы приняли такое решение в связи с тем, что за эти последние дни было очень мало информации от украинских СМИ о происходящем на Донбассе. Поэтому в течение дня сегодня я... В 90-м году украинцы сделали величезный подвиг в том плане, что они объединяли Киев и Львов живым ланцюгом. Это одна из самых важных акций. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажите, почему вы решили сегодня сюда прийти? Ну, потому что я вважаю, что такие действия нужно поддерживать и нужно все разу нагадывать и другим людям, как у всех, и до этого залучать, и что мы должны поддерживать свою страну сейчас будь-яким способом. А это свято для вас что-то означает? Может ли вы какие-то новые сенсы? Я вважаю, что сейчас такие свята, как День Незалежности и День Соборности набули действительно нового для нас значения, потому что национальная сведомость взросла и люди уже воспринимают это не просто как какую-то дату в календаре, а действительно как свято. День Незалежности 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 что Российская ИТВ заранее знала, где взорвется. Вот такое расследование, это неофициальное расследование, но основывается на тех видеофактах, которые было легко достать в связи с тем, что Галина Пышняк, она прославилась рассказом о распятом мальчике. Вот такая информационная война была развернута, вернее, она уже давно идет, информационная война против Украины, против украинских военных, против украинской армии. Украинское телевидение, к сожалению, на наш взгляд, не использует свои ресурсы в той мере, в которой это необходимо. Конечно, не нужно заниматься такой пропагандой, которой занимается российское телевидение, не надо искать артистов, но мне кажется, что журналисты все-таки должны иметь какой-то доступ к информации, и не к какой-то статистической, сколько погибло наших, и сколько человек погибло с той стороны, а давать более, наверное, подробную, более детальную информацию о происходящем в зоне АТО. Об этом мы сейчас поговорим с журналистом, с киевским журналистом. Денисом Казанским. Денис Казанский. Наташа с ним сегодня связывалась, и мы решили поговорить с ним о информационной войне, которая сейчас развернута против Украины и против наших солдат. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Это вас беспокоит студия Репост Онлайн, город Южный. Да, я слушаю. Вы в прямом эфире. Денис, у нас тема сейчас нашей программы – это информационная война, которая была развернута российскими пропагандистами против Украины. Скажите, пожалуйста, вы на своей странице в Facebook очень много информации публикуете той, которой нет в официальных источниках в Украине. Откуда вы берете информацию? Информацию из самых разных источников – это источники из групп, из блогеров, которые приближены как раз больше к той стороне. Просто это большая проблема, что в Украине журналисты зачастую не охватывают вообще этот сегмент. То есть они не интересуются этим, то есть заведомо отказываются от этой информации. Действительно, я изучаю вот эти группы сепаратистские, и там очень много, на самом деле, шлак, процентов 80-90, то есть там абсолютно глупая информация, там ничем не подкрепленная. Но есть там и 10% действительно каких-то важных сообщений, то, что удается узнать с той стороны, или какие-то фотографии, сиренки, которые делают заименже, с этими сепаратистами с той стороны, которые позволяют какие-то интересные детали уловить и так далее. Ну, есть источники, то есть я же сам оттуда, и у меня практически в каждом городе захваченном, там даже в небольших городах, не говоря уже о Донецке, о Луканске, остались люди, с которыми я когда-то как-то пересекался, контактировал по работе, по своей журналистской деятельности. И, то есть они есть, они что-то описываются, как-то что-то пишут, бывает, мы созваниваемся. То есть в принципе более-менее ситуацию вот там на той стороне я знаю. А куда вы потом, кроме того, что вы у себя ее публикуете, у себя в Фейсбуке, вы куда-то еще даете эту информацию? На какие-то сайты или каким-то средствам массовой информации, чтобы она была более доступна, более широкому загалу? Ну, конечно. Во-первых, я ее использую так или иначе в своих материалах и публикациях, которые я пишу для самых разных СМИ. А во-вторых, на самом-то деле, у меня очень часто на меня ссылаются прямо на Фейсбук или на блог, потому что, в принципе, скажем так, ну, да. Алло? Что-то написали, это отдельно. в блоге или отдельно, там, в своем аккаунте. Это тоже как источник. То есть, если, как бы, ну, известный, да, его знают, он там действительно там пишет материалы, не фейковый аккаунт, то на конкретных людей запросто сейчас и это как бы нормально. Поэтому, в принципе, я знаю, что у меня, вот, как бы, в подписчиках есть практически представители всех основных украинских СМИ. И так или иначе, когда что-то такое публикуется, то есть, оно все равно в итоге попадает потом в массовые издания. Как вы считаете, почему у нас такая складывается ситуация сегодня с информацией? Потому что сами официальные лица, чиновники нам эту информацию не дают, ну, журналистам, нет организованности какой-то или все-таки журналисты не проявляют активности? Ну, есть разные совершенно факторы, вот, все практически из того, что вы перечислили. Потому что, во-первых, конечно, сама работа, да, вот, из каких-то информационных центров со стороны армии, там, правоохранителей, политиков, она налажена очень плохо, очень плохо. То есть, в принципе, информация подается, либо там искажается, либо дозировано подается, очень как-то, ну, неестественно, потому что, например, когда мы по потерям, то есть, понятно, что сейчас, когда говорят, там, погибло 3-4 солдата в сутки, это глупость, но и гибнет гораздо больше. Поэтому к потерям, которые говорят, так, им уже есть недоверие, и это недоверие, оно рождает сейчас недоверие, в принципе, вообще к власти, к армии, то есть, складывается, что все время врут, во всем врут. То есть, так нельзя, нужно, как бы, говорить правду, даже если она не очень приятная, ну, понятно, нельзя сказать всего, безусловно, но хотя бы, скажем так, информацию более реальную, чем то, что говорят. Есть проблемы у журналистов, потому что, к сожалению, украинские СМИ, вообще, они, в принципе, бедны, не располагают большими бюджетами, ну, такими, как те же, там, западные СМИ, да, но я не говорю даже про российские, потому что там не СМИ, а пропаганда, в принципе, то есть, там конкретно с ними являются, на пропаганду. А я говорю о СМИ Запада, да, потому что у нас нет возможности зачастую оплатить журналистам командировки, нормально оборудовать, когда человек работал, действительно, передовой, или нанять какого-то военного корреспондента, ну, человека с военной подготовкой, который, действительно, ну, фактически, ввел репортажи с кем-то, то есть, это очень дорого, то есть, такие люди не получают, действительно, большую зарплату, в Украине, ну, за гонорары обычные, конечно, никто не поедет туда так работать, поэтому, важные моменты, ну, и, конечно, да, зачастую недоработки, просто журналистов, которые не используют все источники, возможно, которые у них есть, ну, я не знаю, из каких-то, силу разных причин. Ну, а за этот период, вообще, есть какие-то подвижки, как вы считаете, в информационном плане, идем ли мы к какому-то улучшению, будет ли все-таки у нас возможность как-то выровнять эту ситуацию, ну, то есть, вы наблюдаете какую-то эволюцию в этом плане, или же мы все на том же месте топчемся? Ну, эволюцию я наблюдаю, потому что есть, как минимум, некое количество людей, которые, в принципе, видят, все видят, учатся на своих же ошибках, видят свои ошибки, то есть, стараются как-то доносить информацию, больше проверять ее, заниматься факт-чекингом, и так далее, то есть, а в принципе, какие-то подвижки есть, в другой страны, что, конечно, это, ну, скажем так, это не подвижки на уровне государства, да, то есть, какой-либо системы, у нас есть рынок, пресс, да, рынок, вот, все информационное пространство, оно просто строится на принципах конкуренции, и, конечно, чтобы конкурировать, друг с другом, издания там, стараются как-то улучшить свою работу, а вот, но если говорить о каком-то центровизованной работе, там, то, что рассказывает, да, министерство информации, все остальное, там, то, конечно, там ничего и близко не делается, то есть, все очень глупо, очень как-то схематично, то есть, ну, что касается всех государств, то оно просто беспомощно в информационной работе, в сожалению. Ну, и вас хочется спросить, вы сегодня мониторили средства массовой информации, ну, и группы, и так далее, что вы можете сказать, какая у нас сегодня ситуация там, на Донбассе? Ну, ситуация, в принципе, такая же, как и раньше, да, то есть, есть атаки, наступления на украинские позиции, которые отбиваются пока, то есть, ну, есть значительное продвижение, там, отдельные населенные пункты, украинская армия оставила, ну, мелкие поселки, села, да, то есть, там был, например, Красный Партизан, где контролировали половину поселка, боевики, половину наши, то есть, наши оставили вот эту часть, то есть, оставили там еще ряд мелких, там, незначительных деревьев, вот, но, в принципе, каких-то особых подвижек нет, потому что оборона с нашей стороны эшелонированная, то есть, потери есть, конечно, в обеих сторон значительные, ну, наступающая сторона, понятное дело, несет больше, то есть, они расскажут, ну, как бы, из-за их, скажем так, официальным данным, которые они публикуют, они потеряли за эту неделю 350, где-то 400 человек, но, в принципе, то есть, эту смелую цифру можно как бы умножать на 2-3 раза, потому что, понятно, что они тоже, как бы, не скажут, когда правду, вот, ну, и, в принципе, они пытаются продвинуться, пытаются отодвинуть линию фронта, как они говорят, какая-то задача, ну, он сейчас, на данный момент, там, от Донецка, от Горловки, то есть, как-то немножко продвинуться, но пока без особых успехов, то есть, больше шумнихи, больше вот какого-то информационного шума, такой белый шум, чем реального действия на фронтах. Ну и такой вопрос, каждый раз у нас возникают вот такие военные действия, на самом деле, у нас сегодня на Донбассе происходит не антитеррористическая операция, мы уже давно это понимаем, и все понимают, почему, и сегодня мы говорим о военнопленных, ну, то есть, такая у нас военная терминология используется, как вы считаете, почему не вводится военное положение, и если оно введется, то, что это может обозначать для Украины? Ну, не вводится оно, в первую очередь, по главной, и одна единственная причина, которую никак не могут понять, ведут, ну, это ваша, как бы, а что, собственно, вот он решит, если завтра ведут военное положение, а ничего не решит. То есть, на самом-то деле, ну, как бы, понятно, у нас, по сути, идет по войну с Россией, но это все понимают. Но война это не объявлено. Это позволяет, как бы, Украине, то есть, с Россией, да, то, скажем так, еще официальное общение, все, то есть, что делать, если, ну, мы можем, конечно, завтра, да, объявить, что война с Россией идет официально, надо позвать послатов, и так далее. Вот, чему это приведет? Ну, к тому, что это разлажет России руки, она сможет нам отправить еще, так, пять дополнительных дивизий, как бы, усилить натиск и сказать, ну, это же Украина нам войну объявила, а мы-то что, мы как бы не воевали с Украиной, но у нас Украина так пожевала, то теперь, то есть, они будут уже не скрываясь, действительно, заходить в Украину и рассказывать, что они с нами воюют. То есть, я не знаю, кому выгоден такой сценарий, но точно не Украина. Во-вторых, как бы, военное положение, как бы, я не понимаю, не совсем понимаю, почему люди, которые ругают Порошенко, одновременно с этим, пытаются, так, кричат, что нужно военное положение, потому что военное положение, это неограниченная полномочия для Верховного Главнокомандующего. У нас Верховный Главнокомандующий, это президент сейчас. То есть, это означает, что у Порошенко будет в руках, ну, практически, да, неограниченная военная власть, то есть, он сможет, там, волевым решением, ну, сделать практически все, что угодно. То есть, я не думаю, что сейчас кому-то это нужно, то есть, может быть, Порошенко бы даже и хотел где-то этого, вот сейчас, да, полномочий диктатор но я не знаю кому это будет в украине выгодно потому что скажем так это будет конечно серьезный удар вообще по экономике понятно что тогда все просто рухнет начнется паника везде и на биржах и валюта а то что сегодня яценюк сказал на заседании о том что керевники областей мают подготовиться до можливого перехода на військовые рейки это что может обозначать на фронте она больше напоминает попытки путина это сильно покошмарит путина не нужен донбасс конечно же он тысячу раз уже об этом сказал намекнул и тем более там эти все захарченко и так далее чтобы это как такие орудия пытки рада украины вот такой утюг который путин периодически животу как кредитеры в 90-х годах чтобы выводить украину подписать документы выгодные москве вот и все то есть вот это их функции поэтому соответственно они выполняют и путин как бы то есть там пугает запугивает рассказывать что я сейчас поэтому наступление а украина соответственно со своей стороны отвечает во-первых мобилизация то что мы готовы да то есть мы готовы мобилизовать людей мы этого не боимся что мы готовы полномасштабной войне потому что ну если армия составляет там 200 тысяч человек вы тоже действительно скажем так можно выдержать надежды миллиона армии но а как бы там и близко нету таких цифр и такая армия никогда украине не зайдет и опять же эта ситуация переходе на войны и если мы говорим о том что мы готовы действительно то есть как бы полностью перестраиваться на войну и до последнего оттаивать наш суверенитет я думаю что дело просто в этом я еще хотела спросить вот денис я хотела спросить у вас по поводу волонтеров в украине сейчас руками волонтеров строится буквально победа но отрицать этого нельзя как вам кажется ну насколько это нормально стандартно ли это для военных действий современных ситуаций почему наше правительство собственно говоря в соцсетях постоянно муссирует этот вопрос что вот каким-то образом так получилось что на их плечах лежит сейчас все и одеть и накормить и вообще и ну полностью все еще и доставить в больницу из больницы потом еще привести вот как-то можете это прокомментировать ну потому что у нас абсолютно негодно разложившийся вообще аппарат власти у нас государства такового скажем так на момент начала войны не было и сейчас его вредных условиях до сих пор еще не создали то есть украина вообще всегда да то есть то что мы знаем еще раньше да что у нас разваливалась армия то есть разваливалось все абсолютно никому ничего не было нужно все держалось только на коррупции сейчас как бы возникает фактически такое параллельно государство общество возникает с нуля когда люди просто из-за риска под угрозой уничтожения стали объединяться просто спасая себя спасая страну начинают просто таким образом оборонять да то есть какая-то самоборога я думаю что в принципе если вот люди это началось с майдана да по сути мы увидели какой огромный потенциал в обществе я думаю что если люди в принципе эти правильно себя поведут и вот они потом не бросят все это да то есть это может быть основа будущего государства потому что ну все эти чиновники да которые сидят уже они доказали свою некомпетентность который там еще со времен некоторые там кравчука культ кучлы там пережили уже по 5 президентов сидят в своих администрациях ничего не делают то есть я думаю что вот эта волонтерская среда если она правильно просто дальше будет себя вести она сможет создать опять же в дальнейшем там и политическую парку и какую-то гражданскую организацию и действительно в конце концов то есть занять ну скажем так взять на себя власть потому что получается так что когда волонтеры нужны вот они пожалуйста помогают а как потом там деньги делить там бюджет и так далее то скажут спасибо идите а чиновники там разберутся сами я думаю что после всего что произошло уже как бы не будет того а безразличия от того наплевательского отношения у людей там государства то есть уже наши теперь научатся люди наконец-то они поймут что от них на самом-то деле только все зависит и начнут себя и вести соответствующим образом по поводу перспектив я бы еще тоже вот хотелось бы еще у вас узнать по поводу перспектив вообще всего нашего а теперешнего положения и безусловно возврата крыма есть очень много всевозможных аналитических высказываний по этому поводу в частности москаль геннадий говорит что нам больше крыма не видать никогда ну и как бы не только он как вам кажется какова была бы оптимальная точка на который можно было бы остановиться в этой войне если вообще в принципе можно сейчас остановиться вообще какие у нас перспективы у нас только оборонительного плана потому что не о наступлении речь не идет опять же это то что мы разваливали 20 лет как безответственно относились по стране вообще ко всему это просто мы получили наказание потому что украина была ослабленным государством то есть власти по сути стояли русские шпионы и так далее поэтому потеря крыма до части донецка луганской области это вам расплата наша вот это вот абсолютно дизайдер нам за наплевать как много пассивных а сейчас есть как бы один выход это укреплять государство строить государство проводить реформы стоит заново армию то есть спасать то что есть от распада от развала от захвата как только это будет сделано можно будет уже ставить следующую задачу то есть понятно пока россия сильна вот на данный момент ну еще слишком сильна для того чтобы у него можно было на завтра забрать просто проблема в том что как бы вот если брать да на графике украина сейчас по сути ну вот она вот те процессы которые были вот это падение постепенно да деградация которая прошла долгие годы вот сейчас украина достигла дна по сути да то есть военная агрессия долги которые там еще я на коже залез вот все это как бы навалилось то есть сейчас мы находимся на дне а есть как бы движение только вверх то есть поэтому путин нас пытается держать то есть чтобы мы он понимаешь что дальше начнет украина подниматься ему это невыгодно причем пытается у нас у этого дна удержать россия сейчас находится на этапе только скатывания на дно то есть у нее все ужасы и кошмары еще только только впереди она только начала скатываться потому что несколько там три месяца назад подешевел а вот дальше уже начнется для нее ужас и кошмар и чем ниже будет скатываться россия тем нам будет соответственно легче ну а дальше я в принципе думаю что как государство развалится ну не сейчас в будущем да и тогда можно будет говорить возможно от осведений крыла назад и там еще о чем-то вот пока что такая задача я думаю что не стоит все понимают что это не гранит спасибо спасибо вам огромное спасибо большое денис за за то что вы сегодня уделили нам внимание вот все до свидания и мы с вами встретимся после небольшой перебивки сейчас мы связываемся с герасимеук сразу сейчас мы свяжемся с ольгой герасимеук она заместитель головы национальной рады испытаний тела радио мовленя ну и тема тоже информационная война против украины пропаганда со стороны доброго дня паня ольга мы уже в эфире и хотим у вас спитать вот сейчас мы только чтобы разговаривали с журналистом стосовно информационной войны яка разгорнулася против украины скажите будь ласка национальная радость питания тела радио мовлення яку работу за цей час провела для того чтобы эта пропаганда не труила информационная простор украины думаю что для этого мне требует уже много часа рассказать вам все что встыгла сделать попробую коротко тезово мы могли это заборонить точнее обмежать транзакцию пропагандистских каналов я зараз говорю не про информацию не про а иншу точку зору а саме про пропаганду я абсолютно відрізняюся від журналістики погодьтеся зі мною величезный список тих каналів російських які отруювали свідомість наших громадян зараз він на сайті национальной ради его можно побачить а главное что эти канали не транслируются в наших эфирах наведу приклад який звук так би мовити один московский журналіст але він західный журналіст який який перебував в москве багато часу приїхал нещодавно до Киева поселився в готелі а потім мені каже знаешь каже я хотів подивитися що ж там показано ОРТ він кнув а його нема і я хочу тобі сказати яка щаслива країна Україна яка це може собі дозволити не бачити оце вам вислово про те що ми зробили дуже багато і інших заходів які тем я можу вам довго розповідати щоби висвітлити всю роботу але щодо інформаційної війни якраз цю хвилину коли мені подзвонили я відповідала на питання одної журналістки зі Львова яка запитувала чи варто показувати ті сюжети які зараз всі фейкові сюжети про розміщання над війцем у Донецьку і інші чи варто це показувати з метою довести до оглядача правду я якраз хочу і висловитися в вашому ефірі що фейк який поширюють російські пропагандисти це не журналісти це не люди які показують такі речі а які при тому ще й організовують це тому що всі знають добре вже зараз що оця розміщання над війцем було організовано там не було ніякої масового його побоїща все це вже інші інші люди показали так от оці речі показувати це якраз в інформаційній війні грати на руку пропагандиста дуже обширна тема я просто так розумію що ваш ефір практично завершується бо я чула що ви сьогодні лише годину в ефірі тому будь ласка якщо можна ну у нас затягується ефір ми трохи більше говорили з журналістом ніж планували тому ми будемо тому ми будемо тут мабуть дві години скажіть будь ласка чи є ефект від того що заборонили ці телеканали і я так розумію що на супутники все ж таки національна рада не може вплинути не тільки національна рада на супутники ми не можемо вплинути так само як і на інтернет тому що це мережа ну такого широкого доступу і взагалі то я б сказала таке ми обмежуємо в тих місцях де це реально але натомість нам потрібно давати свою інформацію треба говорити про те як працювати нашим журналістам щоб ми не просто мяглися за тими каналами російськими які вкидають в наше середовище ось у цього трубу що ми сьогодні заборонили один канал а вони завтра покажуть мультики з Путіна і доведеться забороняти інші покажуть в підцентріях все те що вони вкраплюють бо там ціла машина працює над тим щоби всю цю свою пропаганду виліплену з пластиліну все ж таки якимось чином вкидати в нашу свідомість тому просто ганяти і обмежувати ці там канали звертатися до тих хто відповідає за супутники хоча я вам хочу хочу сказати що ми все ж таки звернулися вже у Францію з тим щоби розглянули питання про трансляцію пропагандистських саме каналів все таки це шлях такий ну в нікуди тому що зараз нам потрібно говорити про ту якість інформації і тої журналістики яка забезпечує для українського глядача і для глядача поза Україною картину реальну от сьогодні дуже важливо не поширювати те що зараз було вкинуто масовано у ці дні коли ми святкували День Соборності і погляньте всі події збігаються бо росіяни дуже люблять символи вони працюють як казкарі їм потрібно закарбувати в мозку приниження образу а паніку показати що що все зараз має загинути повшити саме цей настрій ось ось оце ми повинні розуміти навіщо це робиться і ми повинні говорити як я насправді зараз ви мені дзвоните я перебуваю на сході я щойно із госпіталя де лікують поранених кіборгів де надають першу допомогу тим хто винесений з полю бою і я вам хочу сказати що я би дуже хотіла сюди завести всіх наших топменеджерів журналістів щоб вони побачили на власні очі не страждання які так люблять поширювати а побачили які сильні духом ці люди котрих привезли з поля бою і які лежать на оперативному столі і кажуть швидше мене ріжте бо я хочу назад там мої друзі і ми повинні вигнати цю нечість землі послухати цих лікарів які стоять день і ніч оперують цих людей і які кажуть що ми не бачили такої сили такого такої мужності і ми віднині ми стали громадянами послухати всіх тих волонтерів які зараз сюди мчать і везуть все що необхідне помагають і мирним жителям і бійцям послухати їх як вони збираються жити як вони бачать це життя а також почути дуже таку гірку правду для журналістів вони кажуть ми не хочемо дивитися телевізор за кого б він не був ми не вважаємо це все що там показують ось сьогодні потрібно нам журналістам задуматися над якістю своєї професії над тим що ми робимо у цій інформаційній війні ну ми згодні ми згодні якраз от вас якраз я поважаю дякуємо і про силу духу ще хотіла сказати що пані Оля це Наталя Мізюкіна вітаю вас дуже приємно вас чути я дуже рада вас чути я постійно вас читаю і роблю ваші пости додаю собі на сторінку тому що приємно це чути читати і я постійно думаю боже де ж ви перебуваєте зараз я була впевнена що ви в лікарні тому що у вас прямо звідти інформація ну тому що ви видно що ви спілкуєтеся із цими хлопцями і дівчатами які допомагають дякую вам за це ще хотіла сказати що я вірю в те що у нас дуже така міцна сила духу у наших хлопців тому що постійно спілкуємося з військовими і вони кажуть одне те саме що вони хочуть перемоги і не бояться і хочуть знову в бой тому ну я вірю вам це так і є насправді вони дуже патріотичні наші наші бійці це просто загальна мобілізація духу це все що поширюють ну соціальні мережі вони на тій соціальній мережі що кожен хто туди входить він є журналіст так і там не розбереш де троль де одна команда сидить в так званих серих комнатах і вкидається але до речі зауважте коли у Путіна якраз великі проблеми коли він починає себе заганяти знову своїх головорізів щоби ударити у відповідь бо у нього проблеми реально в Росії реальні проблеми і коли це відбувається тут же спрацьовують мережі спрацьовують оці розсюжети і вони до речі якщо в цьому не розбиратися то вони одразу починають поширюватися у ці всі слабенькі кірочки в ефірі де сидять часто дуже молоді люди які не можуть відсіяти правду від неправди тому дуже важливо сьогодні по-перше ось оцей пильний погляд і дуже важливо сказати людям що оця паніка яку сіють вона придумана я тут не бачу паніки в Донецькій області я не бачу паніки звичайно є люди які тут живуть які чують постріл і канонаду в нас все ближче бличе і їм таке страшно але вони сидять зараз над пораненими і рятують їх і вони тамують в собі цей звичайний людський безперечно страх він існує і його не треба соромитися тому що ніхто в нас не хоче вмирати але тому що в нас ніхто не хоче вмирати і тому що кожен відчув за що він зараз стоїть усі піднялися з таким нечуваним ентузіазмом напротистояти цьому що я би хотіла щоб ми журналісти про це говорили щоб ми це показували а не поширювали оці всі чутки дякую це правда і ще дуже жаль дуже шкода що вчора саме коли відбувся цей постіл коли розстріляли тролейбуси в Донецьку на жаль там не було жодного українського ЗМІ там були тільки російські ЗМІ ті ганебні лайф-ньюз і вся інформація яка надійшла із відео із фото вона була їхня це дуже прикро що вона зроблено так так вона штучна була так ну але ж ну дуже шкода що ми не можемо звідти взяти якусь достовірну інформацію дуже шкода що ну так просто не працюють там наші журналісти на жаль бо часом буває їм небезпечно не небезпечно звісно я хочу говорити до речі з ОБСЄ з пані Дунєю М'ятович яка постійно висловлює своє занепокоєння тим що у нас тут щось намагаються заборонити я хочу з нею говорити ми вже зробили кілька дзвінків це до питання Олі про те що Нацрада робить а щоби зустрітися і обговорити ось якраз оці стандарти журналістики тому що ті лайф-ньюз і ті всі гігени які там стояли і робили оцей сюжет і перекидали потім сюди до нас це не журналісти і стандарти ми професійні порушені треба говорити про це а не тільки там пальчиком кивати на спів що ми щось можемо порушити у нас це нормальності от тому і наші журналісти вони туди не можуть потрапити тому що це небезпечно звісно буває я не знаю що би з ними там зробили якби вони опинилися поряд і я неправна що би вони взагалі там могли опинитися тому що ці речі про які ми говоримо ці сюжети вони були організовані спеціально це не була подія на вулиці спеціально привезли швиденько зняли і повтікав так і є так там видно що вони дуже швидко працювали але це може там не могло бути просто тому що це знято спеціально так але це може зрозуміти тільки людина яка знається на цьому процесі більшість глядачів інтернету вони ж дивляться на це вірять в це і потім поширюють і дуже складно в нашому місті чому ми звісно ж сьогодні зібралися бо ми хочемо говорити не тільки з тими хто володіє інформацією а для тих хто нею не володіє і має іншу точку зору з приводу цього ми хочемо щоб вони знали що це є неправдою те що вони дивляться не треба не показувати цей сюжет а розказати механізм абсолютно праві і до речі вже пишуть наші журналісти ось погляньте до речі Новая Вріна журнал уже написав про це поширте себе хай люди знають що це все інсценування да акторський мастер причому він кривавий адже взагалі в світі існують стандарти того що можна показувати оце масове поширення трупів вивернутих кишок до гори убитих людей по звірячому і мирних і розстріляних солдатів це все в принципі людська мораль забороняє ці покази тому що це руйнує психіку це але вони це роблять спеціально це звихнута психологія треба тих людей які цим займаються їх треба до психотерапевта як мінімум показати але вони це роблять спеціально і я вже не кажу там що якісь там знаєте речі які стосуються моралі та етики якщо ми зараз кинемося їх обговорювати то це не з ними тому що це зовсім не той співбосідник з яким можна це говорити ну так дякую пані Олю дякую ми дуже раді вас чути і ми так само дуже раді вас чути ну ми будемо ще з вами зв'язуватися коли у нас з'являться такі теми стосовно інформації задоволення вважаю вам успіхів і Южному привіт дякую і вам теж від Южного до побачення до побачення зараз для того аби дізнатися що відбувається в Луганській області зв'яжемося з Олександром Горіним і він буквально коротко розкаже вже не будемо так довго затягувати у зв'язку з тим що нас вже чекають по скайпу у нас вже є зв'язки з Києвом і з Донецьком а сьогодні в Луганскі во всьом не було світу теж по причині боїв які проходять там на блокпостах вже 3 дні щас нам Олександр Васильович розкажет вроде світ уже дали по последній інформації ало здравствуйте Александр Васильович в эфире скажите пожалуйста появилась сегодня информация о том что на оккупированной территории Луганской области выключили свет на оккупированной территории или на оккупированной территории я знаю на территории та которая принадлежит Украине сегодня действительно с 22 до почти до полу шестого не было светло где-то полу шестого причина отключения это было прямое попадание снаряда со стороны сепаратистов на кераном пункте счастья там находится наша ТЭЦ которая питается большая часть проукраинской территории и находясь здесь в Кремену это Кремена это часть северодонецка рубежная и многие другие Лесичанск это многие другие населенные пункты действительно остались без света вот потому что было попадание в один из энергоблоков который полностью был пошкоджен да и в общем-то ситуация была очень такая критическая скажем так мы запитаны именно от нее мы с вами связывались два дня назад изменилась ли сегодня ситуация мы видели на фейсбуке Семена Семенченко он написал о том что 31 блокпост отбили правда ли это и какова ситуация на данный момент ну смотрите смотря что мы подразумеваем по 31 блокпост если мы подразумеваем значит грудность каких-то споружий да и там блоков каких-то сооружений там палаты и так и тому подобное то я вам скажу что на сегодняшний день там в принципе ничего не осталось да а на сегодняшний день ну скажем так территориально или географически то есть в принципе наши ребята взяли под контроль и на эту территорию то есть они не вышли на эту самую границу вот где находился 31 блокпост вот они 29 подходящих ближе то есть они в принципе все это просматривается и они там ведут активные боевые действия то есть удерживают именно эту территорию вот а сейчас заходить на 31 блокпост да именно на эту точку то есть нет смысла потому что там нет никаких сейчас сооружений вот и просто чтобы ребята гибли ну не за что то есть вопрос ну чисто нет ну нет необходимости в этом вот ну еще могу сказать по поводу света да то есть сегодня понятно что города комиссия вот нами здесь на месте временной да по поводу этой ситуации потому что город был без света и часть района вот потому что мы сейчас знаем что в принципе зима вот у нас морозов огромных нет вот в общем живем держимся все будет хорошо спасибо спасибо вам большое то есть у нас Скажите, пожалуйста, вчерашняя ситуация, которая произошла в центре вашего города, в Донецке, что вы конкретно слышали о том, что там произошло? Потому что достоверной информации о том, откуда могли поступить эти выстрелы минометные, очень сложно найти достоверную информацию, потому что пропагандистские СМИ обвиняют украинскую сторону, безусловно, а наши силовики говорят о том, что украинские воинские части стояли от этой точки в 15 километрах, и это было просто невозможно. Может быть, у вас есть какая-то информация, ну и вообще, в принципе, расскажите о том, что говорят Леониде. Просто вам, чисто вот такой вот вопрос. Ну, я, как обычный обыватель, да, я для себя сделала вчера такие вот, значит, есть одна точка зрения, то, что это все-таки картинка была сделана для российских СМИ, то есть, ну, как-то вот все вот так гладенько получается, были обстрелы, тут же сразу приехали, все засняли, тут откуда-то сразу поехали военно-пленные. Ну, это вот одна точка зрения, да. Вторая точка зрения, что это украинские диверсанты, разъезжают по городу, они маскируются под мусоровозы, газельки какие-то, установки засовывают, потом стреляют в центрах города и быстренько куда-то исчезают. Кстати, сегодня очень жестко в Донецке по этому поводу рекомендуют никому на улицах не пользоваться модельными вентиляционами. Частенько людей осматривают на предмет ношения оружия. У нас летом уже такого было, очень часто женщины осматривали, искали снайперши в Кранске. А у нас вот вторая точка зрения. И третья точка зрения, как же это все надоело, идите поля, и там бейтесь, ругайтесь, что хотите делайте, только оставьте нас в покое. А насколько реально, что украинская диверсионная группа может разъезжать по Донецку? Так просто может туда попасть украинские солдаты? Ну, значит, я скажу вам так. Неделя назад, после поведения пропускного режима, я выезжала с мужем на территорию Украины, то есть в лежащий город. Мы проехали очень много плотно-стов. И туда мы ехали, и в этот же день мы уезжали обратно. Нас не проверили ни с украинской стороны, ни со стороны так называемого ДНР, ни один. Блокпост. Они даже не заходили в автобус. То есть мы ехали на рейсовом автобусе. На некоторых блокпостах мы только притормаживал водитель автобус. Ну, и все. Нам никто не интересовался. То есть у меня тоже возник вопрос. Потому что я очень часто летом выезжала. И хоть какая-то видимость проверки была. Но сейчас у меня было даже проверок. Выезжай куда хочешь, бери что хочешь, привози что хочешь, причем и в поле обратно. Но вы продолжаете оставаться в Донецке. Почему вы не уезжаете из города, в котором небезопасно? А где сейчас небезопасно? Расскажите мне хоть один город Украины, покажите. Вы сейчас небезопасно. Нет, безопасно сейчас во многих других городах Украины на самом деле. Небезопасно сейчас в Донецке, в Луганске, там где происходят военные действия открытые. Там где можно не вернуться домой с работы или из магазина. Ведь, ну, откровенно говоря, слава богу, пока что такая ситуация далеко не во всех городах. Ведь, ну, ни для кого не секрет, что даже и Одесская область, 4000 человек, даже больше приняла летом временных переселенцев. И, в принципе, этот процесс продолжается. Я знаю, что, ну, не только я, в принципе, в украинских СМИ говорилось о том, что из Северодонецка два дня назад люди просто бежали. Особенно вечером было много очень беженцев. Ну, в принципе, из Донецка выехали многие. И летом этот процесс продолжался. Но сейчас как-то вот мы не особо информированы о том, что там происходит. Как вообще люди относятся к этой ситуации? К тому, что вы... Есть такое ощущение, что люди смирились и просто живут в ритме вот этой новой жизни, где есть всегда угроза. Насколько это так? Да, вы совершенно правы. Создаются и люди нормальной жизни. То есть, мы как-то себя поддерживаем. Ну, мы точно так живем, как и все нормальные люди, особенно те, у которых есть работа. Ну, не для кого не секрет, что сейчас многие без работы. У кого есть работа, ходят, работают, держатся за эту работу, зубами держатся. И ходят даже в небезопасные районы, понимаете? Донецк все-таки он поделен на какие-то там определенные зоны. И я живу в так называемой зеленой зоне, то есть в зоне безопасности. Поэтому, в принципе, я себя здесь чувствую, да, некомфортно, но более-менее безопасно. Вы сказали о том, что выходите на работу. Зарплату вам выплачивают? Да, я работаю на украинском предприятии. Мы перечисляем налоги в Украину. Мы сдаем отчеты в Украину. Я очень хочу над этим поставить акцесс, потому что в последнее время очень часто говорят, что здесь никто ничего не делает для Украины. Работаю только на ДРНР и поддерживаю сепаратистов. Да, работаю я в удаленном доступе, естественно, я выхожу только по мере необходимости на улицу. Ну, все, зарплату получаем налоги в Украину. Что значит в удаленном доступе имеется в виду? Это таковы правила новой власти, которая в Донецке сейчас... Нет, это чтобы я не ходила на работу. А, понятно. Безопасный район. Я работаю дома в удаленном доступе. А, то есть вот это понятно. То есть вы можете себе позволить работать за компьютером, вести какую-то документацию? То есть вам необходимо находиться на предприятии? А скажите, много таких предприятий, которые работают в Донецке и платят налоги в Украину? Очень много. Я, конечно, в процентном соотношении не скажу, но если взять на скидку, ну, не знаю, вот в очередях стоим там какие-то, да, входим в организацию, обслуживающие предприятия, забираем отчеты, забираем документацию. Боюсь ошибиться, боюсь, но по ощущениям, ну, процентов 50 это точно, кто бы уехал, остался здесь. И предприятия тоже платят налоги, все как положено, все отчисления? Конечно. А насколько это, ну, небезопасно, что ли? Это опасно. Ну, вот как-то мы, я же, почему говорю, мы создаем иллюзию, что у нас все хорошо, все замечательно, этот кошмар когда-нибудь закончится. А эти выстрелы, эти бабахи, они так, как, в целом просто нашей жизни. Скажите, у вас есть оборудованные бомбоубежища? За это время, да? Вы оборудовали за это время или, в принципе, они раньше были? Потому что, допустим, для нашего города это проблемы. Нет, их не было. Как, я когда-то давным-давно работала над крупным предприятием, там бомбоубежище, оно еще сохранилось в современном Советского Союза. В принципе, там было бомбоубежище, его поддерживало. А так, в основном, нет. Вот в школе у нас есть бомбоубежище. Ну, оно как и не использовалось, как бомбоубежище, оно использовалось, по-моему, под какие-то другие цели, я точно не могу вам сказать. Но сейчас это как бомбоубежище. Скажите, у вас есть дети? Да, у меня маленькая девочка. В детский сад ходит ребенок или в школу? Как вы отправляете ребенка в школу? Ну, как ливая мама отвожу ее домой. Потом, точнее, привожу в школу, потом забираю со школы привозить. Просто есть такое внутреннее ощущение всегда, когда я читаю о том, что у вас происходит, и думаю о вашем городе, о вашем регионе. Это ужасно, когда есть дети, жить в такой огневой точке, потому что, мне кажется, это, ну, всегда ты не на 100%, мягко говоря, уверен в том, что что с твоим ребенком сейчас, да, вот вы его отводите. Это, конечно, ужасно, ведь мы знаем информацию о том, что в Луганской области, вот буквально там вчера, школу просто расстреляли. Это тоже были террористические группировки, потому что украинских войск там нет. И во время урока дети снимали сам процесс урока на телефон, и вот произошел этот трагический случай. Всегда очень страшно думать об этом и думать о том, что может произойти вот просто в обычный школьный день. Просто хотелось как-то, ну вот... По моим ощущениям, я вывозила ребенка. Ее не было, не так, как... Есть работа, я осталась, я ее вывезла. И каждый, вот каждую неделю к ней она одна приезжала. И ребенок со мной в последнее время прощался со словом, ну мамочка, я иду еще когда-нибудь, я вижу. Когда за нас все открыли школу, она очень сильно плакала, она очень как-то, она... Мы приняли решение, что все не должно. Так спокойнее, на самом деле, когда все вместе. Скажите, все, что касается вообще самого понятия государства, Украины и всего, что мы пытаемся сохранить сейчас, как вы это все ощущаете сейчас там? У вас есть чувство, что о вас думают, молятся, что вы кому-то нужны? Значит, мои личные ощущения. Я всегда очень люблю в жизни на хороших следах. Ну так вот получи осечество, поддержку, очень сильно со стороны знакомых, со стороны... То есть, вы к другим, как-то мы все понимаем, что такое звание все. Все мне говорят, держитесь, держитесь. Я задаю образ, за что держаться. Потому что поддержки со стороны государств, к сожалению, мы не видим никакой. У нас просто с каждым днем все больше и больше отдаляют от Украины. и делают это правительство. В чем это проявляется? Скажите, в чем это проявляется? То, что вы говорите, что... Потому что территория не контролируется украинскими властями. Это понятно. Сначала, ну, не будем о пенсиях, да, это всем давно и есть на флаг, очень много об этом говорилось. И на украинском телевидении, и на российском. Затем отрезали нас от банковской системы. Мы как народ живучий, все съездили на территорию Украины, перегистрировались, работали дальше, начали работать дальше. Как, в общем, как-то умудрялись. Теперь ввели пропускной режим. Пропускной режим ввели инструкцию на написание. Методик нет. Никто ничего об этом не знает. В соцсетях пишут страшные ужастики, разные разговоры. Это не добавляет к любви жителей в своей стране, к своей родине. Ну, а теперь еще, как всему прочему, сегодня появился список из дни, что можно выводить с территорией. Мы под контролем. А не официально эти документы, скажите, или это просто в соцсетях какая-то информация? Потому что мы же понимаем, что мы находимся в такой ситуации, когда любую информацию просто ее перекручивают, специально делают. Вы имеете в виду по пропускам? Да, да, да. Как вам сказать? Вот мне на данный момент сейчас очень нужно попасть там для оформления документов на территорию Украины. Я ехать в ближайшее время не собираюсь, хотя вопрос очень серьезный. Я решила недельку подождать. Одна простая причина. Автобусы разворачивают. Это я не буду говорить о том, что я прочла все в частях, это я буду говорить о тех знакомых, которым я звонила и спрашивала, как можно уехать, каким образом. Автобусы разворачивают. Чтобы приехать в пункт выписки пропусков в Великонавоселевку, а это уже территория Украины, нужен пропуск. Понимаете? А на блокпосту без пропуска не пропустят. То есть, грубо говоря, не нужно переехать на территорию Украины для того, чтобы создать документы для выписки пропусков, но это уже территория Украины. А блокпост не имеет права пропускать меня без пунктов. Как я могу, каким образом я могу в этой документе? Пишем на сайт СБУ. А что? Точная пересылка. Но все мы не знаем, что мы не можем припочтовать работу. Понятно. Механизмов нет, но это как всегда. И, ну, я не знаю, есть очень много информации, по крайней мере, я даже вот на украинском телевидении видела, правда, это называется только Донбасс, показывала очень хороший сюжет по пропускам. Но это начали просто зарабатывать деньги. и все. То есть пропуск нужно выписывать за деньги? Нет. Люди, которые более предприимчивые, чем все остальное, зарабатывают на это мотивление. Скажите еще, какие настроения? Вот сейчас начались очень-очень такие страшные у вас дни, начиная с 13-го числа, и для нас, и для вас, потому что мы отсюда смотрим, и нам страшно, и Волноваха была, и, ну, это страшные события. Ну, то, что касается Волновахи, понимаете, это такое тоже, это очень страшный факт, но, как вам сказать, это пропиаренный. Вот как вчера пропиарили остановку на Басу в Донецке российской, вот такое же ощущение провал на Оку только со стороны Украины. Потому что в Донецке обстрел остановок общественного транспорта, это уже никому не, никого не уделяет. Это довольно-таки часто происходит. Египетные люди и маршрутки обстреливают, троллейбусы обстреливают. Это ужасно, конечно. На данный момент, вот, прийти к ним более-менее спокойно, то есть слышны, как мы это называем, бахи, слышны, но не очень далеко. Хорошо, а вот кто стреляет, вот кто-то как какие-то версии выдвигает, если это происходит в час? Стреляют обе стороны. Стреляют обе стороны, потому что есть знакомые в Афганистике, ну, понимаете, совсем никому не верить, мы тоже не можем. Ну, безусловно. Есть знакомые в Афганистике, говорят, да, стреляют от нас на Донецке. А скажите, это Киевский район, он был обстилен в Саргии. Ну, это опять же, это, я лично не видела, понимаете, мы не могли выбегать на улицу, бежать здесь народом и спрашивать ключей. Ну, это понятно. А установки, грады и минометы действительно стоят в жилых кварталах? Есть? Да, да, да. Это однозначно, и это началось с августа месяца. То есть, еще в июле, когда зашел стрелку, это было, ну, очень, это дико, это ужасно, а сейчас это посместное уйти. У меня возле брата возле домов, стоят бесплатно. Ой, как это все ужасно. Мы вам желаем, держитесь, пожалуйста. И нам бы не хотелось, чтобы вы говорили об Украине и вспоминали только правительство. У нас сегодня... Нет, я же сказала, что люди замечательно, люди хорошие. Мы просто, мы просто хотим вам сказать, что не нужно думать, что вы забыты. Мы всячески делаем, вот мы как журналисты, даже в маленьком городе Южном ищем возможность сказать о том, что есть в Донецке люди хорошие и все люди, которые там остались. и все они уже, как бы, да, такие... И мы об этом будем говорить постоянно. Слава Богу, у нас есть возможность сегодня не просто говорить об этом, а еще мы с вами связались. Большое вам спасибо, что вы согласились на то, чтобы нам рассказать о ситуации в Донецке. Но самое главное, у нас украинская нация, она возрождается только сейчас. Это тогда, когда у нас есть волонтеры, которые помогают украинской армии. И мы уже сегодня, и эти волонтеры, они не говорят о том, что вот правительство, оно такое-сякое, оно ничего не решает, оно не обеспечивает. И все люди, которые дают сегодня деньги, не только для бойцов украинской армии, но тем же беженцам с территории АТО, никто не считает этих денег, и никто сегодня не ставит правительству упрек, потому что придет время, закончится эта война, и с каждого спросится, кто чем в это время занимался. И я думаю, что тогда мы сможем уже тогда об этом говорить громко и называть имена и фамилии, и требовать, чтобы те люди, которые в этот период, в страшный период времени наживались на войне, чтобы они были наказаны. Просто вот сейчас украинская нация, она только возрождается. И мы не просто люди, которые живут на определенной территории, мы не просто защищаем свою территорию, мы хотим, чтобы мы жили не просто в мире, а еще и жили в такой стране, чтобы нам не было друг за друга стыдно, и чтобы мы сегодня не говорили о том, что вот правительство нас забыло, оно не будет забывать, потому что мы будем их контролировать. Нам просто нужно это все пережить. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот такая ситуация. В Донецке сегодня, слава Богу, три дня спокойно оказывается. Это называется три дня спокойно, вчера только был расстрел троллейбуса. Ну, конечно, для нас это, видишь, получается, просто был расстрел троллейбуса, он был локальный, это было в определенной части города, центральной, получается, а те дни просто были массированные обстрелы. Просто это говорит о том, что для этих жителей, вот как сказала наша гость, так сказать, потенциально, да, это нормальное явление, просто вот опять же, возвращаясь к разговору о том, о чем мы начали, то, что информации просто нет, мы просто не знаем, что там происходит, и если бы не вот те самые люди, которые там работают, с которыми можно связаться, которые там живут, у которых там есть родственники, вообще сложно понять, что делают наши СМИ, даже пусть они не могут приехать, но все равно есть же какие-то источники информации, как тот же Денис, да, у него они есть, но почему они не попадают на самые такие известные страницы в телеэкраны, и почему мы не знаем, что это обстрелы, которые происходят ежедневно, что там гибнет не 4-5 человек, а сотни, и так далее, ну как бы нужна правда, потому что в этом сила, несмотря на то, что это больно и ужасно, ведь, ну, а что делать, мы должны об этом знать, но у нас еще по нашему плану еще один звонок, или мы сейчас немножко поменяем свой план? Ну, связаться с Киевом, ну, надо, надо с Киевом, это жительница Донецка, наша коллега Юлия Шемякова, мы можем назвать ее фамилию, она уехала из Донецка в конце, или это, по-моему, это был сентябрь месяц, и работает, и живет сейчас она в Киеве, ну, я думаю, что мы сможем уже показать ее лицо, тут ее фотография, не думаю, что она будет входить по скайпу с камерой, сейчас посмотрим, как все будет выглядеть, ну, и здесь тоже пропускная система, пропускная система в Донецком, нет информации, дело даже есть, Юлечка, добрый вечер, добрый вечер, ты видишь, ты видишь нас, прием? Ну, связь, наверное, не очень, слышишь, но слышно, да? Слышу отлично, ага, ну, мы еще и видим тоже, что тоже неплохо, мы можем тебя, мы можем показывать тебя в эфире, в эфире, в эфире можно, да, так что наш оператор может вывести тебя на экран, Юль, понятно, что сегодняшний разговор будет не самым приятным, мягко говоря, однозначно, несмотря на то, что мы давно не виделись, не слышались, я все равно рад тебя видеть и слышать, вот, в здравии и в хорошем расположении духа, надеюсь, вчерашний день, вот сейчас мы разговаривали с жительницей Донецка, она нам сказала о том, что, собственно, три дня у них уже, в принципе, спокойная обстановка, что, в общем-то, обстрелы в центре, ну, вообще в городе, да, и остановок, и автобусов, маршруток, это нормальное явление, и то, что мы об этом узнали, и для нас такая трагедия, и такая боль, а для них это уже, ну, такие будни, а вот что ты можешь по этому поводу сказать? Я могу по этому поводу сказать все, на самом деле. Говори. Небольшое уточнение, я уехала из Донецка в октябре, да, 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 и немножко в августе меня не было в Донецке, но все, все то, что происходило, это происходило абсолютно на моих глазах, и я прекрасно помню вот эти ощущения еще в ноябре, когда у нас был наш Евромайдан, когда мы с друзьями и, кстати, Денис Казанский был там в первых рядах, это нужно понимать, что человек тоже все это прошел. Вот, мы были полны веры и надежды, и каких-то эмоций, мы очень верили в то, что будет революция, что мы заживем, и, наверное, 13 марта, когда у нас произошли кровавые события, наши, лично, донецкие, когда нас побили очень сильно, после этого мы начали сомневаться во всем, абсолютно, в том, что у нас любит наша страна, в том, что нас вообще кто-то любит, что мы кому-то нужны, и каждый этап, каждое событие, оно нас немножко подталкивало к пропасти, а с весны стал просто вопрос, или ты уезжаешь, или ты остаешься, и, наверное, это самый тяжелый момент, который сейчас переживает и переживает каждая семья, каждый человек в Донецке. Я даже не знаю, как выразить эту эмоцию, потому что она новая, для меня, например, лично, абсолютно новая. И тут стоит уже вопрос веры. Почему люди остаются, почему уезжают? Потому что верить можно во всякое, можно верить в то, что все это закончится, и никуда не уезжать. И вот это состояние веры, оно притупляет и привязано к тяктуру к городу. Ты не можешь думать как-то по-другому, ты веришь в то, что это закончится. Какая-то другая часть людей, она понимает, что это не закончится, понимает безысходность и уезжает. Поэтому, когда задавали вопрос, почему вы уехали, почему вы остались, это вопрос веры. Кто до какой степени во что-то уверовал или не уверовал. Ну, мы также слышим большое разочарование, большую, ну, боль на самом деле. Вот только что, когда мы разговаривали с жительницей Донецка, и у нее есть ощущение того, что правительство бросило. Ну, мы же с вами здесь живем, мы же тоже это ощущаем, но мы это не переживаем. Просто по нам не стреляют, поэтому, для нас это не так болезненно, как для них, однозначно. Чеченье бросилости, оно уникальное абсолютно. Мы ждали до лета, что там президент обратится к нам и скажет, что нам делать. То есть, или скажет, тончане, родные, мы вас не любим, помним и освободим. Или он нам скажет, что тончане, мы вас не любим, мы вас не освободим, и делайте, что хотите. Мы ждали хоть чего-то, хоть какого-то капиталя, как нам жить, что нам делать. А потом пришли циркуляры, когда было сказано, если вы хотите получать нашу зарплату, вы обязаны уехать. Вот это слово обязаны, лично у меня, ну, как-то перевело на такие совершенно другие рельсы. Мироназрение, потому что государство тебе говорит, ты обязан уехать, но оно тебе не предоставляет жилья, квартиры, работы или еще чего-то. Оно ставит тебе условия. А это уже веры, по крайней мере, не остается. Очень трудно быть на плаву во всех этих событиях. То есть, вот я переехала в Киев, я работаю, я стараюсь о многих вещах не думать, но вчерашний день выбил меня, пожалуй, полностью искали, потому что я знаю, как это делается, как эти делаются постановочные убийства, расстрелы, мы на них смотрели все лето. Хорошо, Юль, расскажи, вот ты говоришь, постановочные, как это все делается, ты как очевиден этих событий, как это делается? Вот как очевиден, есть в Донецке такая уже, типа, ну, предмета, если видишь лайф-мюс возле себя, беги в бомбоубежище, в шесть года. Мы прекрасно понимаем, что если в какой-то точке собралось там два-три лайф-мюса или там Russia Today, значит, здесь будет обстрел. Мы тогда, может, еще этот механизм не понимали. Ну, как, это пропаганда, это громадная машина, которая работает на пропаганду. Любой медицинщик понимает, что, в принципе, ну, вкладывая, вложить в голову можно все, что угодно. У нас, когда рейнерку нашу на Куба, Куба, ША-61 захватили, сразу, это был или март, или апрель, тогда вообще все стало понятно. То есть, вещание украинских каналов прекратилось еще, еще весной, март-апрель, когда мы еще были под контролем Украины и территории. Почему так произошло? Вот самый главный вопрос. Я с удовольствием выслушала Ольга Герасимюк, очень уважаемый человек, но она ни слова не сказала, что наша донецкая ретро... она была сразу как-то так легко и просто передана в руки сепаратистов. То есть, со всем имуществом, а ведь это же очень важно. Конечно, это самый главный источник всего, в принципе, информации, политики. Или такой вопрос, например, с декабря, ну это просто я телевизор редко смотрю, но даже до меня дошло. с декабря или с ноября Макеевское телевидение июня упорно рассказывало о том, что Украина это фашизм. Это все пишется, это даже не надо сейчас там поднимать эти архивы, многие люди это видели, и все это комментировалось Максимом Равинским, нашим человеком из администрации, который отвечает за связи с общественностью, который в лоб говорил, да, фашизм здесь не пройдет. То есть, агитация шла такая мощная, таким потоком, и это не останавливалось никаким образом. И мы даже в этих условиях понимаем, что город агитируется на самых таких вот слоях серьезных, это не останавливалось. Понимаете, захват Донецка это не тогда, когда они там 7 июля зашли в город и физически нас захватили. Город был сдан, скорее всего, еще год назад. Положен на лопатки полностью. То есть, вот эти закрытые границы сейчас пропускают, это какой-то такой технический итог того, что начиналось еще очень давно, к сожалению. Можно говорить, что это какой-то план или еще что-то, что это заговор, но это произошло. А технические детали, как уже там лопатки, это уже... хорошо, Юля, по поводу Ахметова, есть очень много всякой информации. Мы помним, как он оттуда ушел, гудок, он там гудел, какой-то был период у него, когда он там пытался изобразить какую-то там активность и противостояние тому, что происходит. Сейчас, вот сегодня, например, появилась информация в интернете, что его допрашивали, в общем, приводили на допрос, он идет по делу, о пособничестве терроризму как свидетель. Какие вот у тебя мысли по поводу того, что... В принципе, да, что ты можешь сказать? Ну, еще есть вопрос. Наташа, ну, вот ты мне предупредила, что можно говорить абсолютно откровенно и то, что я думаю. Я скажу то, что я думаю и ненавижу. Я ненавижу конкретно этого человека за то, что он сделал с моим городом. То есть, ты говоришь, что год назад. Помнишь, просто ты вот сказал, что вот мы выходили на Майдан и думали о том, что что-то изменится у нас. Но судя по тому, что про вас говорили, ведь мы опять-таки про вас вообще ничего не знали. Донецк это такой город, там, где Донецк, Донецкая область, это такой большой город. Там Ахмед, и все они там. В общем, все. Мы про вас мало что знали, что вы там чего-то добываете, большой город, красивый. Ну, как бы вот, а что вам плохо, что ли, было? Вот многие люди теперь задают вопрос, что же вам было-то там какие-то надежды вы возлагали на Майдан? Какие вы возлагали надежды на эти перемены? Это очень интересный вопрос. Вот так мы все говорим, да, за что мы там стояли, за что мы там делали. Уже работа была. Вам что, мало было всего? Вот я не понимаю просто. Да, мне было мало, потому что, например, мои друзья, которые занимались частным бизнесом, это, ну, вот я представила, как они сначала одну машину продали, потом вторую продали, потому что не тянут. Потом от какого-то там жилья хорошего отказались, офис более скромный, это шажочки, шажочки. То есть отказались или, ну, грубо говоря, отняли? Очень плохо стало вести бизнес. Мы шли, на самом деле, не против Ахметова, мы тогда шли против Януковича, потому что власть Януковича ставила нас реально на колени, а мы же Донбасс. Ваш Донбасс, ну как, как такое может быть? Ведь была же иллюзия, что вы как раз в приоритете, что Янукович всех ставит на колени, а вас как раз бережет, как отец родной. Вот, почему все произошло? Потому что 90, похоже, процентов населения Донецка, которые никогда раньше там курортов шикарных Азовского моря не выезжало, считали, что на Донецке Донецкий рай земной. Любой человек с машиной, с мозгами, с желанием, который выезжал за пределы Донецкой области, видел, что у нас самый дорогой бензин, например, что у нас самые там, ну, прилично высокие цены, и как бы было с чем сравнить. Поскольку мы люди путешествующие, почти все из моих знакомых, мы видели объективную картинку, что происходит в Донецке. Ну, надо смотреть правде в глаза. Вот 90% это Донецк, Милейкино, Милейкино, Донецк. Люди, которые не имели внешней информации, ну, вот только из телевизора. Телевизор говорил, что в Киеве хунт, а вот свято верим, что в Киеве хунт. Мы шли против власти Януковича. Кстати, никто тогда особо даже не хотел снимать Ахметова или еще что-то. Ахметова мы начали люто ненавидеть в какой-то степени потом, потому что мы прекрасно понимали, мы видели изнутри, кто все это нашел, мы видели его людей, хотя его прислужба говорит, у вас нет доказательств. Да, у нас нет доказательств, их никогда не будет, но мы в этом городе живем и мы этих людей просто знаем. И сам, отлично для меня было шоком, когда тот же Ахметовский штаб поможет, раздает гуманитарку со своим логотипом. Ну, вот тут уже все за пределами добра и зла. То есть, без этих продуктовых наборов люди бы реально погибали, но они бы не погибали бы, если бы не Ахметов. А теперь в Донецке ситуации еще более чудовищные, запутанные. То есть, Ахметова не любят. Вот эта гуманитарка, которая приходит от его имени или приходила, бабушкам внушали, что это добрые сепаратисты, ДНРцы ее отобрали и им раздают. И столько легенд, всевозможных, которых я там выслушала, ну, это просто. это уже даже я не понимаю. Поэтому я уехала. Юлечка, скажи, твои ощущения, прогнозы, каковы, вот все-таки ты реалист по складу своего мышления, так сказать, как тебе кажется? Все-таки это больно, я думаю, думать об этом. Ты все-таки еще и решалась долго, там дом был, мама, в общем, я помню, как ты рассказывала. Вот все больно. И прогнозы, если еще в сентябре здесь сидя на подоле с друзьями мы думали о будущем и как-то думали, что это можно остановить, то вот на сегодняшний момент надежды, что это остановится, к сожалению, нет. Я с удовольствием выслушала Дениса, который, в общем-то, правильно сказал, что, ну, мы не нужны России, это вот для нас как бы самый страх был, но с другой стороны, да, мы не Крым, нас как бы сразу не забрали. Но светлого будущего, к сожалению, на сегодняшний момент не происходит. Не происходит по очень многим причинам. Тут даже не на час разговора, потому что, скажем прямо, в Донецке поддержка сепаратистов очень сильная. По той причине, что я говорила, что там огромное количество людей просто не видели другого мира, не видели другой жизни. А причина простая, работа. Вот работа, которая просто постоянная. Работа, работа, работа. Шахты, металлургия. Это тяжелая работа, это тяжелый физический труд. Поэтому такой менталитет. Это не платили люди, это просто люди, которые не выходят дальше своего, как в Амирон. Амирон. Юль, у меня еще такой вопрос. Я на Донбассе была всего один раз. Это было, наверное, лет 10 назад. Я съездила в Луганск. И что меня, как человека, который прожил всю жизнь в Одессе, в Одесской области, что меня очень сильно удивило. Люди там очень мало общаются. Я ехала из Луганска в Северодонецк. Это полтора часа езды. В маршрутке между собой люди даже не общались. Но действительно это непонятно. Это не просто непонятно. Дело в том, что я, когда разговаривала по мобильному телефону, на меня я почувствовала на себе ну просто десяток пар глаз, которые меня пилили, потому что это оказалось неприличным. И меня это настолько впечатлило на тот момент, честное слово. Не кажется ли тебе, что сегодня на Донбассе проблема как раз в коммуникации? Почему возможно вселять эту пропаганду в мозг людей? Потому что они кроме телевизора больше ни с кем не общаются. Даже возможно и с соседями не общаются. Если я ехала в маршрутке и там ни слова никто не обронил, это для меня просто удивительно. У нас, допустим, даже передают за проезд, у нас передают друг другу и еще чего-то там говорят параллельно. А там так не происходит. Там совершенно другая какая-то система. Люди зашли, потом выходя отдали деньги за проезд, потом вышли и все это молча. Это для меня просто был шок. Это привычная ситуация. Но, опять же, в чем вообще прикол происходящего? Украина из таких частей собрана, где совершенно разных, это же не единый народ, нам надо это признать. Но не настолько единый, как мы об этом говорим на каждом углу. У нас есть замечательная западная Украина, где пока я не узнаю всю родословную водителя, я просто не выйду туда из маршрута. Это обязательно. И есть замкнутый восток, который просто такой, потому что, извините, как он создавался? Это город, территория сынных. Ну, давайте там смотреть назад. И как можно объединить восток-запад и все эти вещи и заставить при этом всех что-то любить одно? Юль, а между собой сейчас вы не объединяетесь? Вот меня еще вот этот Монталит... Да, замечательная тема. Потому что сейчас в Южном, вот для меня это проблема, допустим, для меня, как для журналиста, если, якщо Львивянын, допустим, выехал куда-то туда на заработки, они там все объединяются и проводят какие-то вечеры хотя бы один раз в неделю или один раз в месяц и встречаются вместе для того, чтобы пообщаться. Я не знаю ни одного собрания жителей Донецка, Луганска, ну, в общем, Донецка и Луганска области, в городе Южном, а у нас их здесь 200 человек. Да, 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 много-много очень. Да, было 500. У вас просто нет такого лидера, который бы собрал в Донецке, в Киев переехало очень много коммуникабельных, замечательных людей, которые тут же организовали здесь группу, люди встречаются, но, скажу скажу одну вещь, вот я тут переехавши, если я, например, хочу вернуться в Донецк, я не буду здесь ассимилироваться в Киеве, так, или если я приехала в Киев работать и жить, то я, конечно, забуду про Донецк и буду вот просто растворяться. Вот нужды объединяться лично у меня, ну, как бы нет. Я не то, что не скучаю за своими, я хочу, чтобы, допустим, Киев стал моим городом, хочу общаться с киевлянами и быть частью этого города, чтобы дети тут росли, чтобы тут будущее какой был смысл. То есть вы отпустили Донецк, да? Нет, еще нет. Это просто больно. Я еще хожу на собрания донецких частенько, потому что это какие-то какие-то особенные мы там люди и подышать донецким воздухом, что ли, как-то там. Но надо признать, что если люди отпускают Донецк, они не будут объединяться. Но это не надо осуществлять. Мы все разные. Нам нужно, наверное, научиться принимать дончан, логанчан и еще кого-то как равных в себе. То есть если мы хотим поговорить еще в отношении к беженцам, то это вообще отдельная тема. Ну, мы принимаем. Мы на самом деле принимаем. И мы не просто принимаем, но нужно признать, что последние годы руководили этой страной все-таки Донецке. И когда пришел Янукович к власти, мы отпустили. Да, вот был 2004 год, когда мы как бы не смирились с той ситуацией. Потом мы поняли сами, что нельзя возводить в культ личности определенного человека, потому что он этого не заслужит. Давайте мы дадим Донецку, чтобы он тоже ощутил, насколько руководство Донецкое будет о них заботиться. И к сожалению, получили «Май ему тэшу май ему». Поэтому то, что мы не слышим Донецк здесь, или, допустим, западная Украина не слышит Донецк, это все тоже стереотипы, это все неправда. Мы пытались объединиться как раз вот таким образом. Какой замечательный прецедент. Вы создаете онлайн в телевидении, которое Киев, Донецк и очень много о Донецком говорили. Понимаете, если бы вы нас совсем не любили, вы бы нас не позвали. Поэтому я вот сижу, мне так приятно, потому что эта тема тяжелая, сложная война, я очень надеюсь гончане и луганчане с Лугандома как не забыли. Не надо так говорить, мы так не говорим никогда, даже между собой никогда этого не говорим. Я тоже этого не люблю, но я хочу, чтобы этим людям стало теплее, лучше, потому что не нужно думать, что действительно нас бросили. Это посттравматический синдром, во-первых, это неприятие, нежелание, в любом случае надо жить как-то дальше, надо, может, действительно, перестать дома в Донецке, или не в Донецке. Я себе говорю просто, я гражданин Украины, и я не привязываюсь к территориальному своему месту рождения. Кстати, я вообще родилась в Марьинке, и мою Марьинку разбомбили. И дом моего отца, он разрушен. Для меня это болезненно, но я говорю себе, да, я буду делать новый дом в каком-то другом месте, может быть, я к вам поеду. Конечно. Ну, еще откроем большой секрет. Первые, первые такие серьезные мысли наши по поводу того, что нужно создать онлайн-телевидение, возникли как раз после того, как мы пообщались с беженцами из Луганска. Мы с ними встретились в кафе, пообщались, и я тогда сказала, надо срочно, срочно делать какое-то онлайн-телевидение для того, чтобы люди выходили. Это абсолютно правильно. Вы настолько делаете замечательное дело, я сейчас без пафоса это говорю, потому что единственный способ донести до каждого человека мысль, что мы едины, это доказать, что вам все равно, откуда я, из Донецка, из Луганска, из Марьинки или из Макейки. Вы не рассматриваете как человека. Я гражданин Украины, мы с вами говорим сейчас на одном языке и нам комфортно говорить. Вот я хочу, чтобы вы меня полюбили так и так и есть. Я вас и так люблю, я вас вообще обожаю, потому что вы чудесные люди. И я хочу, чтобы мы говорили так с любым регионом. Любой регион Украины сказал, да, Донецк, мы вас любим. Это долгий процесс, мы действительно как нация сейчас формируемся, это тяжелый. Мы очень сильно скомпрометировали себя, и слово Донецк еще будет очень долго ассоциироваться с бандитизмом, с властью, с революцией. Но это работа каждого из нас как гражданина Украины что-то пересмотреть, что-то понять, что-то простить. Ну вот банально, но вот так вот. Вот тогда, мне кажется, мы будем той единой нацией, сильной Украиной, когда я буду говорить по-русски, кто-то будет говорить по-украински, кто-то будет говорить по-английски, и мы будем хорошо друг друга понимать. Дюк, я очень, очень мы хотим, чтобы... Дожить до этого хотим. Хотя бы, знаешь, как наши все там мамы, папы, дедушки, бабушки хотели, чтобы вот их дети пожили. Вот я тоже все время говорю, ну наши дети, наверное... Но мы заслужили, чтобы это увидеть. Чтобы наши дети пожили, мы сами увидели, да. И мы увидели это. С легким сердцем, да, оставили их в нормальной стране, в которой можно гордиться. Но строить мы должны ее все вместе, не правительство какое-то там. Правительство, оно приходит и уходит, мы остаемся. Обстоярно верно. Нам строить эту страну. Мы должны что-то делать сейчас. Вы делайте, мы делаем, и дончане делать. Знаете, такие слезы, которые я сегодня слышала, вот этой вот барышней из Донецкой, искренние слезы, это боль, я точно с такой же болью уезжала, и до сих пор это... Ну, это, наверное, вот именно такая травма тяжелая. Спасибо, что вы их поддерживаете, что вы их слушаете, и дай Бог, чтобы вот это кто-то еще услышал, понял, что... там сложная ситуация. Там ужасная ситуация, Юль, просто понимаешь, как бы я все время, когда думаю об этом и общаюсь с этими людьми, я понимаю, что мы ничего не можем сделать на самом деле, вот изменить, но свое сознание как-то немножко переформатировать можно, но помочь, к сожалению, никак не можем. Физически, но морально, это очень важно, потому что иногда просто слово, вот, когда там бомбежки, и постоянно идет какое-то капание, что вы там, сепаратисты, сепаратисты, нет, надо слушать, и надо с ними общаться с людьми, и рассказывать всем, что там люди живут, люди, хорошие, плохие, но они живут. Да, да, уже сейчас вот эту грань проводить кто за кого, вот, это уже просто не имеет значения. Совершенно не важно уже кто за кого, просто главное, чтобы они были живы, и скорее бы это все закончилось. Юль, еще последний вопрос, как тебе в Киеве? Ты срослась с этим городом? Тебе было сложно, не сложно? Все-таки это совсем другой менталитет, и вот этот резкий... Сейчас легко. Сейчас легко? Нет, не легко. Нелегко. И легко. Банальные абсолютно вещи. Невысокие зарплаты, очень высокие цены на жилье. Киевляне не щадят никого, то есть вот идет этот рост. Я не чувствую вот этого единения, что война, надо сдерживаться. То есть все растет. Сложно. Не знаю, кто чего как допивается, может быть, это вещи неконтролируемые, но те дончане, которые сюда приезжают, нам сложно. Сложно просто потому, чтобы даже элементарно жилье там оплатить. Мы соглашаемся на все. Мы дома оставили очень комфортные свои жилища, машины. Вот я, например, забыла, что такое деревянные рамы. У меня всю жизнь как-то были пластиковые окна. Это элементарно, такое вот комфортное состояние. пластиковое окно. Здесь за пластиковые окна таки надо платить. Ну, конечно. Не доплачивать. Здесь надо больше работать, чтобы что-то больше иметь. Но мы с трудностями не боимся. Ну, победим. Даже не то, что победим. Как мне сказал один мой друг, который, вот он был в аэропорту все это время. Она говорит, Юля, твоя задача очень простая. Тебе надо выжить. Просто выжить. И вот если не отвлекаться там на что-то, ну, не жаловаться ни на что-то. Если уже брать по-человечески. Мне не нужно ничего покупать. Мне не нужны вещи. Я сюда приехала с шубой, с топогами. Это смешно, но это так. Мне не нужно ничего дополнить о нем. Вот. А что хочется действительно, это хочется общения с друзьями. Вот. Какое-то такое вот ощущение, что хотя почти все друзья здесь в Киеве, но все равно кого-то не хватает. И хочется все время общаться. Хочется еще, еще хочется поговорить. Вот мне кажется, это стадия, когда тебе уже говорить ни о чем не захочется. Вот это уже будет хуже. Но пока мы все на плаву, все держимся, все смеемся, улыбаемся. Надеемся, что стабилизируется экономика и у нас будут зарплаты, у нас не будет таких высоких цен на продукты, на жилье. Мы заживем. Мы будем надеяться на это. Заживем обязательно. Спасибо большое. Отпускаем вас уже. Да, Юлечка. Спасибо. Хорошего вечера. Еще на эфиры. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Ну и теперь нам нужно связаться с Александром Можаевым. Напоминаю, это южненец, который ушел на войну на Донбассе добровольцем, получил ранение 20-го числа. И вот со дня на день ждем его, когда он приедет в Одесский госпиталь. И вполне возможно, очень надеемся, что он сможет приехать домой и даже прийти к нам на эфир. Ну а пока мы спросим о том, что происходило в период с 13-го до 20-го числа в районе Донецкого аэропорта. Непосредственно у него он как свидетель. Алло, Александр, добрый вечер. Это Наталья. Мы с вами сейчас уже непосредственно в прямом эфире находимся. Собирались поговорить. Вы готовы отвечать на наши вопросы? Да, хорошо. Первый вопрос от нашего главного редактора Ольга Годовенко задает. Расскажите о том, что было на территории, на том участке, где проходили эти ожесточенные бои с 13-го по тот день, когда вас ранило, по 20-е января. потому что мало информации. Выражаясь военным языком, там проходили тяжелые позиционные бои. Как обычно. Вы ничего не раскрываете детально. Ну, это вот в принципе... что раскрывать нельзя раз, а во-вторых, комментарии, они для человека гражданского, они лишние. Хорошо. Ну, расскажите, может быть, немножко о том случае, о том, когда вас ранило. 8 часов утра, ну, хотя бы, хотя бы немножко, просто было непонятно так рано, уже или это с ночи продолжался бой, или это началась перестрелка от утра. Уже, значит, обстрелы идут круглосуточно, круглосуточно. Под обстрелом приходится перемещаться по позиции, даже для того, чтобы пойти поесть. затишье, например, если есть 15 минут, то не вероятность, что на 15 минут и 10 секунд не повторится опять обстрел, то есть речь постоянная. Реально, вот, как по мне, я стоял на больнице, в обоих, реально, в самом деле, стоял мой подчиненный, трапочек, взрыв, вспышку, все это я наблюдал, потом почувствовал боль на ноге, а вон, как шкаф, как тоночка просто на пусту половину. Вот и все. После этого легкие крики о помощи и дальше уже, как говорится, оказание самопомощи, наложение збутов и эвакуация с этого окопа. Вот и все. Все и все сегодня время. Вы в блиндаже находились, да, в это время? Что-что? Находились в блиндаже? Вы в блиндаже находились в это время или на позиции? Это не блиндаж, это окоп. для обороны. Вас потом направили в госпиталь полевой, да? Или как у вас это происходило? Получается, с момента ранения была оказана сразу первая помощь, буквально минут 10. Потом мы переместились, ну, скажем так, в пункт ожидания, реально, практически метров 300-400 от полиции. И там до самого утра до 7 утра находились в ожидании транспорта. Транспорт не мог уйти, потому что были, опять же, постоянные обстрелы. То есть риск, ну, в общем-то, каких-то осложнений вашей физической, вашего физического состояния был все-таки сутки прошли, это немало. и кровопотерей? Ну, в лифте, там, понимаете, как вот в том месте, где я лежал, ну, в беспомощном состоянии, рядом рвались снаряды и мины противника, и тут же работала наша артиллерия. Буквально 100 метров оттуда. То есть, в любой момент каждый человек мог оказаться на грани. это еще хорошо, что вас доставили через сутки, как я понимаю, да? Ну, как я могу сказать, что это просто великолепно. Это, да, однозначный результат. Ну, просто расскажите нам, сейчас наши зрители смогут в прямом эфире это услышать, безусловно, уже эта информация есть в статье. Как вы говорили, мне вас доставили сначала в Славянск, потом волонтер отвез у вас уже на машине в Киев. Это, в принципе, такая схема. Волонтеры, они, в принципе, вот об этой роли, об их роли тоже немножко нам расскажите. Ситуация какая? В доставке. Волонтеры со своим транспортом находятся на пути, эвакуации раненых с передовой позиции до первого пункта, это город Славянск. Если они находятся на встречу транспорту военному, они, как бы, перегружают военных раненых к себе и сразу везут на Харьков. Если они уже уехали, уехали, то приходится ехать до самого Славянска. Вот в нашей ситуации мы добирались там 100 километров в реальное расстояние 5 часов. Еще и 5 часов, а потом уже в Харьков. Понятно. Вообще помощь волонтеров непосредственно на линии уже фронта, об этом пишут. По крайней мере... Я скажу так. Волонтерская помощь, она очень разнообразна. Но все-таки сами военные стараются, чтобы эти люди на линии огня находились. Но доставка провизии, вещей, всего, что необходимо нашим военным, в любом случае она постоянно происходит благодаря волонтерам. Мы реально были в зоне боевых действий с 16 декабря и в среднем раз в неделю приезжали различные волонтеры. Полочь обеспечили нас теплые одежды, именно там валенки, там носки теплые, теплые одежды, особенно брюки теплые. Там мы подвозили продукты разобрали, на Новый год привезли много всяких вкусняшек, даже по бутылке шалпанской расчете на каждую позицию. Скажем так, что за свой труд, за свою работу и волонтеры должны, конечно, получить большую бласть. Скажите, волонтеры армии «Хелп» наши южненские, которых вы, безусловно, знаете, они каким-то образом передавали в вашу роту что-то попадало или, ну, как бы, это было... Нет, нет, южненские, они, если не специально, то там приезжали волонтеры и другие, другие, и, как правило, получилась такая схема, когда мы уезжали на позицию, уже военнослужащие нашего отряда договаривали с людьми, которые работают в волонтерстве, чтобы, как бы, иметь с ними связь. И плюс передали эти связи с теми парни, которых мы зародировали на полицию. То есть, они вас постоянно уже и курировали, да, как я понимаю? Еще раз, То есть, они все время и курировали вас потом в дальнейшем? Да, 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 именно так. В Харькове, когда вас доставили в Харьков, вас быстро... Секундочку, много слышно. Расскажите немножко о том, как вы попали в Харьковский госпиталь. Насколько... Можно еще раз? Вы попали, когда в Харьковский госпиталь, насколько быстро была оказана помощь, отношения врачей к вам, вообще ваши ощущения, как вам там, комфортно? Получается так, самая первая помощь, это вот мы оказали сами себе помощь в ранении, первая медицинская. Потом оказали ее на медицинском пункте 95-й университетной бригады. Уже когда мы прибыли в Славянск, то врач, она осмотрела и фактически просто поменял повязки. А, ну, реальная медицинская помощь это уже в госпитале. Сразу прибытили. И как сама машина прибыла, сразу на КПП выбежали солдаты, которые здесь служат, чтобы реально под руки завести до приемного покоя, выявили встречи. И тут же сделали рентген, сфотографированный врач осмотрел, ему необходимо там обезболивающие укололи. То есть, помнил было, как за самую, самая полная беда. Как настроение? Ваш сослуживец получил ранения гораздо более серьезные, чем вы, к сожалению. Да, да, да. Скажите, как сейчас? Вот вы говорили в первой половине дня, что он нормально себя чувствует, прооперировали его, как сейчас, как он себя чувствует, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую очень хорошо, уверенно, на грамме все работает, я ее не жалею, спокойно, наступаю на нее. И мы тебе жалеем, потому что ему делали операцию под наркозом, и кисть левой руке, ну, реально две пробои. Когда вас... Болезина очень перевязка у него, но терпит мужчина, терпит. Вы говорили о том, что вас, в принципе, должны доставить будут в Одесский военный госпиталь, и, в принципе, это должно было произойти сегодня вечером, но так как не было билетов, завтра вы будете отправлены уже, или пока что нет никаких точных? Пока неизвестно, скорее всего, утром скажете. Ну, хорошо. Может быть, что-то еще есть? Все, я думаю, что, да, мы вам желаем, да, всего самого доброго. Ждем вас в Южном. Приезжайте, да, домой. Ну, мы в госпиталь обязательно к вам приедем проведать, но и в Южном, безусловно, ждем и на нашем прямом эфире следующем, когда вы уже сможете быть у нас в городе, тоже ждем вас здесь. Я сам жду и на жду, чтобы вернуться, говорится, на родину, увидеть родных, близких и общаться с земной камерой. Да, хорошо. Ну, все, слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Слава. Да, все, до свидания. Ну, все. Вот такой эфир, который планировался. Планировалось, что мы за час со всем справимся, но, как обычно, традиционно, мы его не просто на два часа, а на два с половиной. Ну, я, честно говоря, так и думала. У нас еще не все, конечно, мы обговорили, но есть еще кое-что, что можно было бы обсудить, но нужно просто утомительно. Не будем затягивать. У нас, слава Богу, сегодня было очень много телефонных звонков и звонков по скайпу. Это был очень важный эфир. На самом деле, его важность я ощутила только тогда, когда я начала общаться с жительницей из Донецка. Из Донецка, да. Потому что получать оттуда информацию, это всегда, это просто необыкновенный эксклюзив. Поговорить с жителями Донецка, даже на территорию города Южного, записать с ними интервью, это всегда большая проблема. Они не хотят приходить в эфир, потому что у них там остаются родственники, там, в Донецкой или Луганской области. И они уже, ну, им тяжело, даже психологически, тяжело рассказывать о том, что они пережили. поэтому для нас это, конечно, очень, очень важно было сегодня, этот телефонный звонок, и вообще весь этот эфир сегодня очень важен. И расставил, возможно, какие-то точки над «и», а, возможно, для кого-то даже открыл какую-то новую информацию. Ну, будем надеяться на то, что его посмотрят потом в повторах, потому что то, что я вот увидела в начале эфира, то, конечно, немножко расстраивает эта инициатива наших зрителей. Надеюсь, что потом они увидят и сделают для себя какие-то... С вами мы встретимся уже, я надеюсь, в понедельник. У нас уже на следующую неделю есть и гости, которые к нам придут. Будут и гости из Киева, будут и представители местных органов власти. Более детально смотрите на нашем сайте, будут анонсы. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok